Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать рассказ Валентина Распутина «Уроки французского», смотрите это видео и будете знать о взаимоотношениях пятиклассника и его учительницы столько же, сколько и человек, который прочитал этот рассказ. Впервые рассказ был опубликован в 1973 году, посвящался памяти писателя Александра Вампилова. Рассказ ведётся от первого лица, потому я также перескажу его от себя. Итак, я пошёл в пятый класс. Было это в 1948 году. Три года после окончания войны. У нас в деревне была только начальная школа, потому чтобы учиться дальше, мне нужно было уехать за 50 километров в райцентр. Там я жил у маминой знакомой – тёти Нади. Так в 11 лет я повзрослел. У матери нас было трое. Я старший. Времена были голодные, жили без отца. Учился я хорошо. В деревне считался за грамотея. Писал за старух и читал им письма. До меня в райцентре из нашей деревни никто не учился. Я был первым. И здесь я учился тоже хорошо. Что мне оставалось? По всем предметам у меня были пятёрки, кроме французского. Я его знал, но вот произношение мне никак не давалось. Учительница Лидия Михайловна от бессилия глаза закрывала. Я очень скучал за домом за мамой. В городе я не доедал. Похудел. Мама раз в неделю передавала хлеб и картошку. Но кто-то постоянно воровал мои продукты. То ли тётя Надя, то ли кто-то из её троих детей. Самое обидное было, что мама отрывала эту еду от сестрёнки и братика, а еда шла непонятно кому. Но маме об этом я не говорил. Ей-то от этого легче не было бы. Голод в городе был не такой, как в деревне. Там можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять. В ангаре была рыба, в лесу птица… Пошёл я как-то в городе на рыбалку. Поймал в речке трёх мелких пескарей. И больше не ходил. Только время терять. Друзей у меня в городе не было. А вот в деревне осталось много друзей. Однажды в сентябре сын тёти Нади, Федька, повёл меня на свалку показать, как пацаны на деньги играют в чику. За водилой там был Вадик – семиклассник. У него был друг Птаха. Остался на второй год и попал в мой класс. Они с ним вдвоём всегда были в выигрыше, а остальные ребята были моего возраста. Правила я быстро понял. Самому хотелось сыграть, но денег не было. Мать потому мне хлеб присылала, что в колхозе денег вообще не было. Но иногда какую-то мелочь всё же давала на молоко. Однажды я не стал покупать молоко, а пошёл играть. В первый раз проиграл. Во второй раз проиграл. Тогда я стал тренироваться. Приходил вечером, когда никого не было и тренировался бросать шайбой по монетам. И наконец-то тренировки начали давать результат. Благодаря выигрышам у меня появились деньги. Я всегда немного выигрывал и уходил. Поначалу Вадик никак не реагировал на мои выигрыши. Иногда даже хвалил. А потом однажды сказал – куда ты? Выиграл и уходишь? Давай дальше играй. Я был сопляком, потому не знал, как нужно себя вести, когда играешь на деньги. Я всегда выигрывал. В этом была ошибка. Чтобы выиграть у меня, Вадик начал жульничать. Он был сильнее, потому приходилось мириться с этим. Кто сильный, тот и прав. Я сказал, что Вадик жульничает. Тогда он вместе с Птахой избили меня. «Только вякни кому-нибудь, убьём!» – пообещал Вадик. И я побитый ушёл. А когда остался один, горько заплакал. Не было в тот день на земле человека несчастнее меня. Утром я с фингалами и синяками пошёл в школу. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна была ещё и классным руководителем. Конечно, она увидела моё лицо. «Что случилось?» – спросила она. Упал ночью, когда темно было. И тут один одноклассник Тишкин сдал меня. Он тоже вчера играл. Потому рассказал Лидии Михайловне, что я играл на деньги и что Вадик меня побил. «Вот он дебил!» – подумал я. «Нас же за игру на деньги могли легко из школы выгнать!» Учительница попросила меня остаться после уроков. Больше всего я боялся, что она отведёт меня к директору. Лидия Михайловна посадила меня напротив себя. «Это правда, что ты играешь на деньги?» «Правда. Ну и как? Выигрываешь или проигрываешь?» «Выигрываю. Классно. И что с деньгами делаешь? Конфеты? Книги? Копишь?» «Молоко покупаю». «Молоко?» «И всё-таки на деньги играть не надо. Можешь обойтись без этого?» «Могу. Но я соврал. Я не мог обойтись без денег. Той еды, которую передавала мама, мне не хватало. Голод заставил меня снова пойти на свалку, где играл Вадик с птахой. Это было унизительно, но я не знал другого способа достать деньги. Мне разрешили играть. Наученный горьким опытом, я выигрывал совсем немного, чтобы хватило на кусок хлеба. Но я снова выиграл. И когда собрался уйти, меня снова избили эти два урода. Правда, не так сильно, как в прошлый раз. Лидия Михайловна увидела моё лицо и всё поняла. Тогда она сказала, что станет заниматься со мной французским индивидуально после уроков. Мне очень не нравилось оставаться и учить этот французский. Но учительница была мало. Она сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней домой заниматься. Но странно. У неё дома мы меньше занимались языком, больше разговаривали. У неё дома я увидел радиоприёмник с проигрывателем. Невиданное чудо. Она ставила пластинки с уроками французского. Лидии Михайловне тогда было лет 25. Она уже успела к тому времени побывать замужем. После уроков она предлагала поужинать с ней. Но мне было неловко и я отказывался. Она предлагала много раз, но я всегда убегал. Тогда она перестала приглашать меня за стол. Однажды мне сказали, что в раздевалке для меня лежит посылка, которую кто-то занёс в школу. Я думал, это дядя Ваня из деревни привёз от мамы продукты. Прямо в школе я открыл эту посылку. В ней лежали макароны. Вот это да! Я сразу стал их есть, и только потом я понял, что это не мамина посылка. Никогда в деревне не было макарон. А ещё в коробке было несколько кусков сахара и две гематогенки. Точно не мама. Это Лидия Михайловна, догадался я. Я принёс посылку к ней домой. Я знаю, что это вы отправили в школу эту посылку. У нас не бывает гематогена. Как не бывает? Не злись. Я хотела как лучше. Возьми. Я знаю, что ты голодаешь. Нет, я не голодаю. Я разговаривала с тётей Надей. Почему я не могу тебе помочь один раз в жизни? Тебе нужно есть. Ты школу должен закончить. Ты способный. Я не взял посылку. Убежал. Уроки французского начали давать свои результаты. У меня стало получаться. Более того, мне французский начал нравиться. – На деньги продолжаешь играть? – спросила как-то учительница. – На улице снег не поиграешь. – А как вы играли? – А вам зачем знать? Лидия Михайловна всё равно как-то хотела помочь пацану. Потому подумала, что если они станут играть на деньги – она сможет ему проигрывать. Не самое лучшее решение помочь. Я в детстве тоже играла. Мне интересно было, та ли эта игра. Лидия Михайловна знала другую игру и рассказала мне правила. Они были простыми. – Ну что, сыграем? – Вы же учительница. – Ну и что? Я ведь не старая. Человек стареет, когда перестаёт быть ребёнком. Ты только директору школы не говори, что мы с тобой на деньги играем. А директор жил за стенкой. – Боже, что с миром творится? – подумал я. – Моя учительница просит меня, чтобы я не сдал её директору. Мы начали играть. Не по-настоящему. Потом Лидия Михайловна предложила играть на деньги, чтобы интерес появился. Я думал… – Боишься? – Ничего я не боюсь. Учительница у меня выигрывала. А потом я заметил, что она стала незаметно поддаваться. Так я и не хотел играть. Тогда она сказала, что больше так не будет. Более того, она стала жульничать. Этого я точно не ожидал. Французским мы почти не занимались. Кидали об стену монеты. Со временем я начал выигрывать. У меня снова появились деньги. Я снова стал покупать молоко. Однажды, увлёкшись игрой, мы сильно кричали. Не услышали, как к нам зашёл Василий Андреевич – директор школы. – Что здесь происходит? – спросил он. – Я думала, вы постучите, прежде чем войти. Я стучал. Никто не отвечал. – Мы играем. – Вы играете на деньги с учеником? – Да. Через три дня она уехала к себе на Кубань. Больше я её никогда не видел. После зимних каникул мне в школу пришла посылка. В ней были макароны и три яблока. А раньше я яблоки видел только на картинках. Всё.